Вопреки предположениям, сборная Ростовской области, составленная из девушек 1999 года рождения, завоевала второе место в первенстве России, финальная часть которого проходила на площадке Училища Олимпийского резерва. Наша команда заняла сегодня второе место. Это очевидный прогресс, потому что в прошлом году были шестые, сейчас вторые. Мы считаем, что заслуженно, достойное место в этом году. Ну и оставляем маленький резерв на прогресс в следующий. Надеемся, что когда-нибудь все-таки выиграем. Своеобразной точкой отчета успешного выступления ростовской команды стала победа в принципиальном поединке против южных соседей сборной Краснодарского края. Обе команды бились изо всех сил, но в итоге запал подопечных. Ольга Карпенко оказался выше. У нас получилась игра жесткая. Ребятишки боролись, сражались. Вот такая была качеля в одну и в другую сторону. Ну, неимоверное желание победить было и одной и другой команды. Ну, где-то удача на нашей стороне больше была. В принципе, игра была равной. После успеха в игре с командой Краснодарского края ростовчанки сумели совершить настоящую сенсацию, взяв верх над сборной Самарской области. Волжанки оставили приятное впечатление. Это мобильный и организованный коллектив, сумевший, к слову, взять верх над чемпионом сборной Московской области. Тем ценнее победа нашей команды. Сыграли тактически мы против них грамотно. В защите взяли персонально девочку. Сначала не получалось, потом поменяли вовремя. Другого игрока к ней приставили. Ну, в принципе, победы эти все, которые у нас были, только за счет самоотдачи, характера. Я очень благодарна девчонкам. Вот именно за настрой такой боевой. Потому что вот такого сражения, такой радости, такое вот стремление победить, выиграть. Бежали, сражались. Именно это и принесло успех. Упорной получилась встреча ростовчанок со сборной Санкт-Петербурга. Начало матча прошло под диктовку гостей с берегов Невы. Однако впоследствии ростовской дружине удалось выправить положение. Судьба матча решилась в концовке, которую ростовчанки провели значительно сильнее своих соперниц. В поединке сборных ростовской и московской областей разыгрывалось чемпионское звание. Юные столичные гонбалистки выглядели на площадке предпочтительнее и по праву добились победы. Таких, которых не должны были терять. Не забили выходы один на один, потеряли такие. Поэтому эта игра у нас была здесь самая неудачная. В принципе, с ними тоже можно было сыграть. Судьба второго места определялась в серии послематчевых гонбольных пенальти, в которой ростовчанки взяли верх на сборной Астраханской области. У нас была задача на этом чемпионате выйти в тройку. Девчонки, у нас проблемы с численным составом. У нас всего 8 человек активно играющих девчонок и на подзаменке пока молодые девочки 2000 года, которые, конечно, в тяжелую минуту не могут поддержать. А игры здесь, если вы все обратили внимание, команды практически равные. Вот любая из этих пяти команд, кроме Москва, немножко послабее. Все остальные могли стать первыми. Тут каждая игра мяч в мяч, жесткая все. И, конечно, нехватка замены, вот когда в тяжелый момент уже устали и все, и подзаменить хоть на пару минут. Это у нас очень большая проблема. Сейчас будем над этим работать. Лучшим игроком в составе сборной Ростовской области была признана Елизавета Краснокутская, техничный левый крайний с отменными бойцовскими качествами. Молодец! 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 Особо я отмечу нашего крайнего Лизу Краснокутскую. Потому что ребенок в игре с, не помню, уже, по-моему, с Питером. Вратарь попал по носу ногой, и, тем не менее, она вышла во втором тайме, еще забила 7 мячей. Сражалась, боролась и во всех играх выступила стабильно. Ну, а так все дети. Вот можно, даже нельзя сказать, что кто-то хуже, кто-то лучше. У одних получалась одна игра лучше, у других хуже. Но стабильно сыграла именно Краснокутская и по бойцовским качествам тоже. Мы смогли всем доказать, что мы чего-то стоим, потому что мало, да, серьезно, кто в нас верил. Но мы доказали всем, всем командам, всем городам, в первую очередь, и своим тренерам, то, что мы серьезно достойная команда. И, как бы, есть нам к чему равняться. И есть равнение на, безусловно, основную команду Суперлиги. Вот. Мы стремимся, как бы, стремимся быть такими же, ну, тоже занимать первые места. И, как бы, если в этом году заняли второе, то в следующем году мы настроены серьезно взять первое место. 21 апреля в Краснодаре стартует финальная часть первенства России среди девушек 2001 года рождения. В этих соревнованиях команде Ростовской области предстоит отстаивать прошлогоднее чемпионское звание.